Сегодня у нас история от подписчицы, сейчас я ее зачитаю, дам ответ. Хочу поблагодарить за интересный блог, который помог мне распутать мою турецкую головоломку. Ну и хочу рассказать свою, к счастью, короткую историю в сравнении с другими историями ваших подписчиц, которая продлилась ровно два месяца и закончилась она сегодня. Она пояснине достойна была бы как минимум одной серии драматического турецкого сериала. Итак, часть первая. Первый месяц. Итак, два месяца назад впервые я отправилась в Турцию на курорт. До этого была только в Стамбуле, который обожаю, очень хочу вернуться вновь. Там в первый же день в отеле мы пошли в хамам и записались на пилинг-массаж. Массаж делали мужчины и мне достался совсем нетипичный для данной местности, очень серьезный, молчаливый, не болтун, без пошлых шуточек и всего этого флера. Кроме того, он очень высокопрофессионально делает массаж, что подтверждал не только мой опыт и тех, кто был со мной, а мы достаточно искушены. И дома посещаем лечебные процедуры такого плана время от времени. После первого посещения мы записались на пять дней процедуры, все пошли к нему именно так, как обменявшись отзывами, сошлись на том, что он лучший. Первые два дня мы даже не общались все в полной тишине, фактически кроме нескольких коротких слов на русском и английском. На третий сеанс выяснилось, что он говорит только на английском, русского не знает, что сыграло ему на руку в дальнейшем. Когда мы начали общаться, он фактически сразу попросил мой номер, чтобы писать мне, поскольку он выгодно отличался от других мужчин там и внешне, и по манерам. Я как раз рассталась с парнем и была свободна. То я легко согласилась и дала свой номер. В целом, с ним очень-очень приятно было находиться вместе, даже чисто по ощущениям, что для меня редкость. Я очень избирательно к людям отношусь всегда, и вот он располагал на 100%. Такое впечатление осталось не только у меня. Вы очень избирательны к людям, но я хочу отметить, но при этом хамамщика, который делает массаж всем подряд, со всеми так общается, вы не особо-то избирательно к нему отнеслись. Соответственно, вот эта работа сама по себе предполагает общение с другими женщинами. Он начал писать сразу же, и уже на следующий день пригласил меня погулять и в кафе. Был все-таки так же обходителен, серьезен, провожал меня, писал целыми днями что-то приятное и ненавязчивое. Так продолжалось последующие дни моего пребывания в отеле. Мы встречались на сеансах массажа, он писал мне приятности. Еще один или два раза мы встречались вечером. Он рассказывал, что учился, работал врачом в Европе, в отеле подрабатывает, так как не смог улететь из-за карантина, что у него есть в соседнем городе квартира. Мама живет в Стамбуле, там же он вырос и так далее. В общем, он богат, свободен, прогрессивен и так далее. Богат, свободен, прогрессивен, работает массажистом при отеле. Я это могла поверить, если бы я была туристкой и ничего не знала здесь, в Турции. Богатый, свободный, прогрессивный, с медицинским образованием европейский, в отель бы массаж делать не пошел. Вы меня простите, пожалуйста, но я говорю как есть. История его во многом подтверждалась на тот момент его поведением и словами администратора Хамама. Да, достойное подтверждение человека, который с ним вместе работает. Там нам говорили, что он профессиональный массажист, учился в Европе, что к нему самая полная запись. Да и он абсолютно не говорит на русском в отеле от всех, в отличие от всех на курорте, а на английском весьма и неплохо. В последний день моего пребывания мы погуляли, он меня провел к отелю, но потом написал, что хотел бы провести со мной ночь. Я согласилась, так почему бы и нет, я взрослая девочка, мне 33 года. Он мне нравится, я завтра улетаю, и мы с Кори, скорее всего, не увидимся больше. К слову, все было прекрасно. Утром я пошла на последний сеанс к нему, днем мы попрощались, я улетела с приятными воспоминаниями о проведенном отпуске. Прощаюсь, он просил не забывать и писать ему по возможности. Он продолжил мне писать, звонить несколько раз, все время послал фото, видео. Я же была дома, вышла на работу, занималась своими делами. Он работал все там же, в отеле. Через неделю написал, что очень хочет, чтобы я перелетела к нему, что еще неделю он дорабатывает, потом едет домой в соседний город, очень хочет мне этот город показать, купит мне билеты, только бы увидеть меня и побыть со мной. Я решилась на такое приключение и согласилась. Тут вот первый звоночек, он упорно не мог, не хотел покупать мне билеты туда-обратно, а только туда. Я все же полетела, хотя сразу перестраховалась. У меня были деньги на жилье и билет, если понадобится. Все контакты посольств, ведомства, его явки паролей, контакты других людей, что у меня из отеля остались, я оставила родным. Молодец, правильно. Была я там пять дней, все было чудесно. Поначалу он меня встречал в аэропорту, мы поехали в квартиру, хотя она оказалась не той, что он мне ранее показывал, и который адрес давал, а другой. Но он успокоил, что это, мол, тоже его. Он ее туристам сдает летом. А сам при этом в отеле массажи делает, ну точно. Я к нему неожиданно прилетела, а к нему неожиданно прилетела сестра, которая живет тоже в Европе. Она у него в квартире сейчас живет, поэтому мы здесь. Мы гуляли немного, ходили на рынок, разок на пляж. Потом он сказал, что не любит пляж. Я и сама пошла, чем его сильно удивило. Готовил мне еду, водил в кафе и в клубы. В последние пару дней, правда, приехал его кузен и почему-то гостил вплоть до моего отъезда многоточием. Но сильно меня это не смутило тогда традициям уж родня. Хотя временно он мне уже уделял гораздо меньше и все спрашивал при этом, что же не так. Спрашивала пару дней подряд про билет домой. А он отговаривался, что не может сейчас купить, так как кредитный лимит по карте превысил, что карта заблокирована, то еще что-то. Но обязательно вот-вот-вот-вот купит. В итоге предложил в последнюю ночь перед вылетом купить мне билет с моей карты. А он мне вернет деньги, как только решит вопросы со своей ага-ага. Естественно, я согласилась, да и сама бы купила без него, без его предложения этот билет. Мне уже нужно было вылетать домой. Сразу упомяну, что с самого начала он мне о себе почти ничего не рассказывал, только когда я задавала вопросы конкретные, ссылаясь, что не болтлив он. Хотя по телефону с роднёй и друзьями, и с теми же кузенами очень даже активно болтал. Там же, когда я была у него, пыталась сразу узнать о нём больше. Узнала, что он Курт, младший в семье, девятый ребёнок, мама в Стамбуле, у него две сестры, братья в разных городах страны. Ещё у него имя официально другое, в паспорте турецкое, а называют его курдским именем. Такое бывает. Он всё ещё рассказывал про Европу свою, но уже не так активно. Там же я стала замечать несоответствие в том, что он мне говорил раньше в отеле, что говорил теперь. Некоторые факты, видимо, забыл и придумал уже заново. Плюс я поняла, что с английским-то у него не очень. Даже при его посредственном уровне я говорю гораздо лучше него, с грамматикой совсем у него плохо. Я имела неосторожность упомянуть, что сама живу в квартире в своём городе и предложила как-нибудь приехать. Он тут же обрадовался и сказал, что прилетит ко мне, как только сможет. Ещё и про работу спросил. Может, мол, ты мне что-то найдёшь, там я смогу остаться на пару месяцев тогда. Тогда это звучало скорее приятно, хотя такое импульсивное решение, обещание слегка напрягло меня и насторожило. Но он всё ещё был очень внимательным, обходительным. Впервые признался мне в любви аж через месяц, восклицательные знаки. В итоге я улетела домой, а он всё грустил. Проверял аэропорт, просил писать, не забывайте. Обещал прилететь ко мне уже через неделю максимум две. Он должен был полететь в Стамбул к маме, а потом типа сразу оттуда ко мне, а перед Новым годом на работу в Европу вернуться. Выглядело всё ещё достаточно неплохо. Знаете, второй месяц часть стамбульская сейчас будет. Но я сразу скажу, когда мужику слишком много шевелится, вот это, а у меня квартира то, а у меня там мама там живёт, а у меня в квартиру заехала сестра, а у меня ещё одна есть, это похоже на вороньё. Однозначно, когда много вот этого шевеления непонятных перемен, говорит о том, что вас обманывают. Когда же я вернулась домой через день, он якобы полетел, как говорил, в Стамбул, и тут началось самое интересное. Сначала он почти пропал на неделю, или больше писал один раз в день. Фото, которые раньше были по три раза в день, не слал, говорил, что телефон сломался, камера разбилась и так далее. Я даже выходила на связь с какого-то компьютера и показывала разбитый телефон. Разговоры все свелись, как привет, как дела, скоро прилечу. Про Европу уже сказал, что не нужна она ему. Приедет он ко мне и будем мы жить вместе, а то иначе невозможно узнать друг друга получше. Что? И вообще жить без меня он не может, любит, скучает. На мои любые вопросы о доме, возможно, девушке может в наличии, он стал реагировать достаточно резко, чего раньше не наблюдалось. Когда я спросила о моих деньгах за билет, вообще я сказала, что мне только деньги важны, и что он вообще собирался отдать их когда-нибудь, когда приедет ко мне уже по факту. Где-то в этот момент я поняла, что краски сгущаются, и начала разбираться с происходящим. Тогда я ваш блог нашла, смотрела немного, прояснила для себя ситуацию, стала внимательнее наблюдать. Дальше я уже стала понемногу форсировать события осознанно, дабы проверить все эти его «люблю» в кавычках. Начала намекать ему, что у меня проблемы с деньгами, уточнять, что он делает, не получая толком разумительных ответов. Потом камера его телефона резко починилась, и он вышел на связь откуда-то с улицы, которая слабо напоминала Стамбул. Разве что окраину. Правда, после моего вопроса, действительно ли сказал, что это поселок возле Стамбула, а говорил, что мама в центре живет, возле Гранд Базара. Ну, конечно, точно. Что он к сестре едет. А еще когда я была у него в гостях, он имел неосторожность добавить меня в соцсетях. Но впервые я зашла на его страницу недавно, поняла, что все его фото сделаны в Турции, в разных городах. Европы там и не было. В этом я уже не сомневаюсь к тому моменту. Кроме того, она нашла несколько фоток его с женщиной в хиджабе и ребенком, который уже очень на него похож. А на фото он их обнимает. И выглядит это все, в общем-то, как семья. Я спросила его про это фото, но тут следовало куча заверений, что это сестра, племянник. Вообще, как я могла такое про него подумать, что у него есть там жена какая-то. Писал он все-таки так же редко, и при этом наставил, чтобы писала я, поднимал истерику, если я не брала от него трубку или не отвечала какое-то время. Потом вообще пропал опять на два дня. Написал, что у мамы был сердечный приступ в больнице, он, я ему нужна и так далее. Все, короче, стало напоминать мне совсем уже дешевую комедию. Блин, я тоже так сейчас и читала об этом, думала, и полный набор вообще, красавец. Я его спросила про все это время рассказать о себе. Говорила, что мне важно знать его лучше, но ясно, что никто ничего мне рассказывать не собирался. Все те же привет, как дела, скучаю, скоро прилечу. В итоге на очередное «Почему не спишь?» я ему написала, что надоели мне столь краткие диалоги, что я уже хочу знать о нем больше, а не вот это вот все. И тут последовало то, чего я ждала уже заранее. «Купи мне билет, я к тебе прилечу». Ну а когда я написала, что у меня нет денег на билет, он мне не вернул даже то, что обещала раньше, последовало много о моей меркантильности, фразы типа «Деньги — это зло, не пиши мне больше» и так далее, на чем я поблагодарила его за все, сказала, что все понятно с ним, и вот вся любовь на этом. Собственно, я изначально ни за что серьезное не рассчитывала, не ждала и не планировала, в любовь с первого взгляда не верю. Хотя первое впечатление было совершенно противоположное, да и в целом впечатление осталось, что это были разные люди в отеле и сейчас. Оставлю себе приятные воспоминания и целый новый опыт. Молодец! Получилось все же много слов, но это очень краткое изложение событий, впечатлений, было еще много мелочей, диалогов, но они не столь важны. По скрипту. Чего я не поняла, так это зачем меня к себе звал? Ведь тогда еще он не знал, с кем я живу, и есть ли у меня свои квартиры, чтобы собираться с ответным визитом. Никаких разговоров о его приезде тоже не было до того. Ну, что могу сказать? Во-первых, вы молодец, делайте правильные выводы. Было и было. Приятное общение. Ну, хорошо провела время. Ну и хорошо. Плюс какое еще, что я не повелась, я не дурочка оказалась. Правильно? Я умничка. Я за вас очень рада. Да, они умеют, скажем так, подокраситься, произвести какое-то впечатление, втесаться в какое-то доверие. Я думаю, что здесь сошлось то, что у вас закончились отношения, вы чувствовали себя довольно-таки свободной, имеете на это полное право, скажем так, потусоваться. Жалко, конечно, потраченных денег, что со мной пришлось билет там покупать. На что он рассчитывал? Знаете, он пальцом в небо. Он закидывает удочки много где, много у кого, и где выстрелит, где кто потом, по ходу дела разберемся. Вот такая у него политика, скорее всего, была. Я помню, я вам рассказывала, в видео есть стандартная схема курортных турок, вот этих всех отельных, всяких знакомств, как они эмоционально... Это типичный пикап обычный. И вот эта вот схема их стандартная, они как пытаются зацепить эмоционально, они все по одной схеме работают. Я не скажу, что он был прям какой-то альфонсо с бабок, скажем так, денег хотел. Он же вам первый билет хотя бы купил. Но он думал, как минимум, да. Потом вы ему оказались перспективной невесткой, назовем так, девушкой. Было бы не против. Знаете, сколько таких турок, вот таких вот, прихлебал туристических отельных, которые выезжают в Украину, Беларусь меньше, украинские девчонки еще доверчивы к нам в Россию также. Любовь-морковь. Потом он сидит на месте, язык не учит, ничего у него не идет. Ему всегда все виноваты в новой стране. И он живет по факту за ее счет. На самом деле, это человек, который прожигает свою жизнь, несерьезный, ни на что он не рассчитывает, планов у него никаких нет. Перекантоваться здесь и сейчас, или найти какую-нибудь себе дурочку, в плане дурочку, которая будет верить, что он все старается, что он хороший, которая всегда будет его содержать, и он всегда будет прикидываться, ему всегда обстоятельства будут мешать и так далее. Но он, какая сволочь конченая, в том плане, что у него есть покрытая жена-ребенок, блин, скорее всего, естественно, его, и он готов их бросить. Ну, конечно, кошмар. Но поверьте, вот это гнилье, оно есть среди наших мужчин в том числе. Буквально на днях видела такой сюжет, на ютюбе выпал в предложке. Сюжет такой, что на сайте знакомств про вот эту всю историю, было там эксперимент делали в России. Одну женщину просто откорочивает, типа, на сайте знакомств, сколько запросов к ней будет, а вторую сделает, типа, богатая, она там дается с удовольствием финансовым, типа, своего мужа, у нее бизнес, она, в общем, такая вся успешная, у нее есть дети, но она готова даже платить зарплату каждый месяц мужику своему, лишь бы он рядом был. На такой вообще сотни вот этих меркантильных, нас вас меркантильные назвали, ну, женщины, мужчины наши российские называют, в частности берем Россию, я же пришла из России, других стран не знаем, ну, думала, история на и просто СНГ одинаковая. Но при этом сотни на сайте знакомств мужиков согласились, и они сделали очную ставку, он приходил один там на свидание, не один, вообще несколько было, скрытой камерой снимали. И у него семья, жена, дети. И он говорит, да, они мне задолбали, я не хочу на свою семью работать, у меня на них сил уже, короче, нет, я готов всех бросить кинуть, забери меня к себе, ты мне понравилась, ты будешь мне зарплату дать, мне ничего делать не надо. То же самое, честно говоря, еще хуже даже. О чем тут говорить? Это вопрос ленивых мужиков, у которых меркантильные бабы в его глазах и так далее, и тому подобное. Такие есть везде, к сожалению. Но просто в курортной зоне вот этих лентяев, желающих на чем-то горбу проехать, их гораздо больше. Вот, это просто то место, где они, они, скажем так, скапливаются, вот так назовем, да. Так что, ну, так повезло. Я очень рада, что вы правильные выводы сделали, вы молодец, я хочу, чтобы ваша история была примером для других, кто, черт вот в это верит, там, какую-то любовь себе в таком вот ищет. Девчонки, здравый смысл, пожалуйста, уши на макушке. Спасибо вам за вашу поучительную историю. Кто хочет также прислать свою историю, пишите в теме письма «История от Анонимы», моя почта в инфобоксе здесь под видео всегда. Если вам нужна моя консультация как психолога, в теме письма, напишите консультацию. Спасибо всем за внимание. Всем пока.